Формирование городского бюджета на ближайшие три года рассмотрели депутаты в первом чтении. Так запланированный объем доходов на следующий год 22 миллиарда 300 миллионов рублей. Конечно это меньше, нежели мы заканчиваем бюджет этого года. Но это связано с тем, что мы не видим до конца межбюджетные трансферты. И увидим мы их только после второго чтения краевого бюджета. То есть по сути в ноябре и уже ко второму чтению мы полностью скорректируем свой бюджет. Налоговых и неналоговых поступлений в городском бюджете станет больше на 7 процентов, чем в текущем году. Рост поступлений связан с увеличением налогов на имущество, на доходы физических лиц и предприятий. А что касается расходной строки бюджета, то она сформирована с предельным дефицитом. По расходам. Расходы берем, по сути, с дефицитом идем в миллиард. Берем 23,3. Учитываем, что в расходах. Но прежде всего, конечно, мы учитываем рост заработной платы. Мы с вами знаем, что у нас будет повышен мрот на 18,5 процентов. С 1 октября мы повышаем заработную плату бюджетников на 5,5. Все это заложено в параметрах бюджета. Как и прежде, большая часть расходов направлена на социально значимые сферы жизни барнаульцев. Образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта. В городской казне заложены средства и на завершение строительства переходящих объектов. На переселение граждан из аварийного жилья, на снос ветхих домов, на горячее питание детей в образовательных учреждениях. Отметим, что проект городского бюджета депутаты приняли в первом чтении. Большинство депутатов финансовый документ поддержали, выразив надежду, что ко второму чтению их предложения по корректировке расходов будут учтены. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.